наш эфир продолжает программа леона вайнштейна голос здравого смысла здравствуйте ли он добрый день давайте-ка вернемся к переговорам которые состоялись между нашим зиц председателем и путиным уже есть какие-то анализы уже у вас какое-то впечатление об этом сложилось но и потом может быть чуть пошире о том каковы последствия этих переговоров во всяком случае на основе каких-то выступлений политиков я имею ввиду и байдена и путина сделать какие-то выводы первое это совершенно на самом деле непонятно что в действительности там происходило то есть но естественно что нам и наша сторона салливан помощник президента по делам национальной безопасности и путин и его люди давали какую-то информацию но мы не имеем ни малейшего понятия что в действительности там происходило может она соответствует может не соответствует почему я так говорю потому что скажем нам сказали что байден говорил путину и нам никак не рассказали что на это путин отвечал байден единственная записанная информация который может быть можно верить она дается ну в кремле есть своя так сказать служба там телевидение съемки не знаю там фотографирование и тому подобное вот эта служба снимала и естественно понятно что это работники там комитета государственной безопасности там фсб как это называется сейчас и что они ничего не будут ни говорить ни делать такого чего скажем либо в минус либо раскрывать какие-то там секреты и тому подобное то есть то что нам давали какие-то куски это ну скажем как самом начале байден начал говорить а у него микрофон не работало начал суетиться нажимать на что-то пока в финале значит вот он не понял что у него просто нажата кнопка мьют то есть ну так сказать чтобы чтобы не слышно надо нажал там ну да хорошо это это вот показали нам и крутили по российскому телевидению там много-много раз а понятно с какой целью да а все остальное время байден у которого сидел целый ряд там шесть или семь человек за его столом он у микрофона и смотрит прямо в телевизор и камеру они так сказать сидят слева справа а путин один вальяжно спокойно мол хозяин положения не суетиться подсмеивается там и т.д. то есть у нас создавалось какое-то вот такое ощущение опять не знаю может все было не так теперь второе что произошло это после того как они поговорили байден сделал целый ряд заявлений например он сказал что спасение утопающего дело рук самого утопающего то бишь значит америка не имеет никаких обязательств по отношению к украине не моральных не не подписанных к нато мы имеем и моральные подписанные обязательства будем защищать а украину вы защищать не собираемся а второе что он сказал что он у него нет в планах посылать никаких военнослужащих в украину довольно туманно было сказано что нато и и америка дадут еще какое-то очень неопределенное непонятное пока оружие а украине так сказать если будет нужно и было ну сказано что вот если нато мол захочет защищать украину и полезет туда тогда значит вот мол так сказать тогда тогда пойдем но что такое нато захочет без америки мне честно говоря совершенно непонятно что это такое но по крайней мере вот америка не собирается конфронтироваться с россией а это было после того как они побеседовали одновременно с этим развивается следующий сценарий путин пару раз как минимум может даже больше довольно туманными всякими словами говорил о том что донбасс до донецк луганск а там живут много русских русскоязычных русских по духу там там тому подобное поэтому защитили на них будут нападать как россия значит узнала о планах коварных украины и поэтому мол значит вот россия задумалась об ответе да ни разу путин не сказал что они действительно двигают какие-то танки какие-то пушки там были как что-то еще двигают к границе а точно так же ни разу украинцы не сказали ничего конкретного по тому поводу что к границам двигается какое-то большое количество солдат где-то две две с половиной недели тому назад минобороны украины в связи с другим там вопросом поставила на свой веб-сайт информацию о том где расположены в каких количествах расположены какие батальоны там и прочее прочее стоят в их по мы назвали это бутерной зоны но я могу ошибаться но какой-то зоны из которой вот можно прямо вот эти вести наступление не подводя мол солдат вести наступление на на сказать сторону украины а из того что они там поставили во первых андрей ларионов во вторых еще пару экспертов с которыми я попытался пообщаться говорят что с точки зрения украины вокруг них стоит не 92-94 тысячи российских солдат а вокруг них стоит порядка 40 тысяч солдат и что это продолжается довольно давно после учений когда русские действительно российские русские подвели туда технику танки а то они оставили довольно большое количество оборудования недалеко от границы а военнослужащих оттуда убрали те которые дополнительно вот были там то есть в какой-то момент стало там около 40 тысяч где-то в районе крыма там много солдат на южные границы россии то есть северные границы внизу по карте да но потом они ушли оттуда может они очень близко находятся может их очень легко и близко забросить но по крайней мере движение этих солдат движение новой техники движение нового любого оборудования пока по-моему никем не замечено и все разговоры которые идут в нашей прессе в большинстве основном нашей прессе кстати в россии там только всякие извиняюсь придурки на телевидении там что-то такое говорят но никто из серьезных людей не сказал что мы выдвинули там шестую дивизию такую это или мы там подвинули туда там гусарский полк там его сиятельства там великого князя такого такого то то есть ничего подобного не 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 россия не америка не другие государства средства массовой информации в европе не говоря но легенда все время все время о том что вот 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 так сказать россия сужу сжимает кольцо и вот-вот нападет на украину она все время поддерживается в основном причем как ни странно американцами там начали это 33 источника вашингтон пост второй это был cnn и третий msnbc а был четвертый еще потом bloomberg подключился вот эти четыре источника которые очень близки к нашим властям они нынешним властям они как будто начали эту тему начали каких-то экспертов предлагать которые говорили о том что да они знают что но никаких не привели доказательств так что да значит есть три четыре может быть пять фотографий я видел шесть по моему на каких-то сайтах фотографии со спутников из которых видна российская техника но а во первых непонятно где она точно находится во вторых непонятно когда это было снято а во вторых непонятно двигается ли она куда-то если да то куда может она двигается в сторону россии либо двигается вдоль границы или что-то еще мы не знаем то есть вместо того чтобы получить тысячи фотографий от сателлитов и и которые дуплицируют постоянно людьми которые фотографируют это прямо на территории посылают на территории двигается посылают там своим друзьям там средства массовой информации и тому подобное то есть вот когда с буком была история было больше тысячи фотографию движения бука хотя бук это так сказать одна группа а здесь идет разговор о массированном наступлении еще одна безумно странная вещь что вот если помните не очень не очень задолго вы знали о том что крым до собираются захватывать это же подозреваю что мы знали об этом в момент захвата мы вообще не знали о том что россия перебрасывает там войска самолеты там и прочее прочее в сирию тактика работника кгб который так сказать по трейдингу является путин это не объявить на весь мир о том что я собираюсь да так сказать иду на вы там князь игорь объявлял да вот иду на вы никто не объявляет значит сначала нападают а потом говорят что из-за чего напали что вот они были такие плохие что если бы не напали то произошло а здесь мы находимся сейчас в начале декабря а нам рассказывают о том что весь мир уже знает что по плану путина 175 тысяч военнослужащих соберутся вокруг границ украины и в конце января и в самом начале февраля нападут на украину значит какие значит деятели не источники а деятели в украине это повторяют в америке повторяют там таскать даже рейтерс написал что по сведениям которые поступили дать не дал никаких подтверждений этому то есть на самом деле это одно из самых странных маневров военных действий или там что-то еще которые ну наверное бывали в истории там современные по крайней мере истории когда об этом говорят 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 на это вот на основании этого политика строится там а доказательств того что это происходит вообще нету поэтому ваш покорный слуга выдвинул следующую гипотезу что возможно что все это делается не для того чтобы заходить в украину и захватывать ее физически потому что вот россия сейчас получает огромные деньги от продажи нефти получает огромные деньги от продажи газа газ в три раза вырос со времен трампа нефть выросла в два раза со времен трампа и говорят что вырастет в четыре раза к лету следующего года то есть россия купается в деньгах кроме того в россии потрясающее отношение с европейцами когда те практически путин говорит прыгни а европа отвечает значит как высоко вы хотите чтобы мы прыгнули значит вот как только российские войска зайдут физически зайдут начнут стрелять в украину то народные даже не правители которые так сказать я не знаю там видят видят выгоду наоборот в работе с россией с финанс финансовой экономической там и прочее прочее а народ озвереет пойдет на улице и заставит своих политиков какие-то вводить какие-то санкции что-то делать какие-то войска посылать на то активизируется то есть ничего хуже для путина просто придумать невозможно поэтому зачем скажем ему это делать я опять я могу дать несколько причин почему вот как сейчас для путина хорошее время нападать но с другой стороны есть только отрицательных моментов вот в этом нападении в этой стрельбе что кажется что они ну путина можно обвинить чем угодно но он не идиот как бы да так сказать я даже не про него прям коллективного путина да они не идиоты они провели блестящую операцию в крыму нам эта ошибка не понравилась да но с их точки зрения она и она блестящая в сирии блестящую операцию провели еще несколько операций проводили очень хорошо с точки зрения подготовки и проведения значит они не идиоты вот зачем сегодня им им устраивать себе такие проблемы когда основная проблема у них была с деньгами при трампе да когда нефть и газ были там газ был под 300 350 за 1000 кубов а нефть была от 30 где-то 5 до 39 долларов за баррель легкой нефти а в то время как сейчас это 72 и повышается с каждым днем значит совершенно непонятно зачем это нужно но совершенно понятно что путин хочет давно это говорил построение бывшего советского союза может не в полном объеме а может и в большем объеме кто знает но по крайней мере присоединение белоруссии украины грузии и разговор шоу о латвии а части молдовы там и тому подобное снова объединения это путин очень хотел бы сделать и вот ежели к нему американское значит управительство наше пришло и сказала смотри значит тебе хочется расширить с россии до там какого-то половина три четверти советского союза а нам хочется чтобы ты не играл больше ни в какие игры с китаем мы хотим чтобы ты с нами играл игры а кроме того у байдена ужасная совершенно ситуация по опросам населения вот вчера я рассказывал о том что был один опрос на котором у него 36 и 7 десятых процента только людей которые говорят что он хохотили бы чтобы он выставлялся они не зря говорят что он прилично управляет государством и только 24 процента опрошенных сказали что они хотели бы чтобы он выставлялся на следующий срок а у камалы там еще меньше так вот а вот все эти проблемы давай сложим вместе и давай их решим значит мы тебе отдаем украину а только нападать нее нельзя надо по другому это делать а значит ты отходишь от китая а мы делаем все так что мы запугиваем весь мир началом третьей мировой войны запугиваем украинцев что сейчас начнутся кошмарные бомбардировки америка помогать не будет нато помогать не будет вы остались одни и я из вас сделают котлету вот для того чтобы они согласились на то чтобы значит полнота не заходила в украину оставалось бы на границах для того чтобы не согласились сделать федеральное государство вести прямые переговоры с бандитами из луганска и донецка и и принять их в качестве федеральных субъектов в федеральное государство новое под названием так сказать украинское федеральное там какое там образование да украинское и еще огромный плюс значит для нашей с вами мол так сказать взаимоотношения имеется ввиду америка россия в том что мы нагнетаем эту страшную атмосферу а потом приходит дядюшка значит байден и всех разруливает и приносит мир в мир и решает проблему украина россия восточная европа над нато так сказать россии и тому подобное естественно получает за это нобелевскую премию а кроме того его рейтинг невероятно повышается в америке то есть что называется всем хорошо но за исключением скажем украины и и нас с вами а еще раз значит россия откалывается перестает играть в игры с китаем ну естественно они там совместные маневры будут вести и прочее прочее но по большому счету откал что путь он очень хотел на самом деле потому что единственная реальная опасность россии она исходила из двух вещей захвата физического захвата китайцами сибири и понижению стоимости нефти и газа который устроил трамп вот значит трампа убрали пришел байден значит мы с америкой мы с европой мы снова близкие друзья у нас все потрясающе и мы обеспечиваем чтобы байдена или демократов переизбрали они нам обеспечивают то что мы вот россия хотим чего китаем дать не мог а именно сказать построение нового советского союза вот приблизительно вот так да ну и вот появились уже сообщения по результатам заговоров байдена и зеленского после того как он говорил с путиным байден он имел телефонный разговор зеленского вот пресс-служба белого дома такие выпустила цитаты приведу байден подтвердил непреклонную преданность соединенных штатов суверенитету территориальной целостности украины он четко дал понять что соединенные штаты их союзники и партнеры привержены принципу никаких решений или дискуссий по украине без украины лидеры лидеры государств призвали россии к дескалации напряженности и согласились что дипломатия является лучшим способом добиться значительного прогресса в регулировании конфликта байден подчеркнул готовность соединенных штатов участвовать в поддержке мер по укреплению доверия для продвижения и имплементации минских договоренностей в поддержку нормандского формата ну и конечно соответственно выпустили выступил и руководитель офиса гермак офиса президента украины значит первое бы вот что он сказал первое байден очень откровенно сказал путину и предупредил обо всех последствиях если в кремле примут решение об экскалации украинских границ и вторжение на территории украины байден сказал очень четко вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям во вторых байден очень четко сказал что решение о вступлении в нато это только решение украинского народа это суверенное независимое государство и что он этот вопрос не готов был обсуждать это зависит от украины и членов нато байден повторил путину что какие-либо переговоры и решения касающиеся украины не могут быть без украины подтвердил что сша окажут всю необходимую помощь и так далее так далее откуда он знает все вот это вот он сказал но после этого правда президент украины заявил о том что не исключает проведение национального референдума по донбассу национального или в донбассе но скорее национального я так и должен уточнить это очень большая не правильно общегосударственного референдума по донбассу он также добавил что не исключает прямых переговоров с российским президентом путиным ну и слов зеленского не ясно какой вопрос по донбассу имеется в виду телефонная беседа зеленского и байдена состоялась после онлайн переговоров как бы ну пожалуй что вот ваше предположение папа правда оправдывается как бы тон сменился все ну я думаю что где-то к лету а байдена представит можно же весной 22 года его представят на доберевскую премию я так то есть вся эта вечера что доски слушатели наши понимали вот вся вот это вот нагнетание напряженности и все эти маневры и разговоры они происходят исключительно для того чтобы создать сознание всего мира и особенно в украине что будет ужасно они остались один на один никто защищать их не будет все слова которые мы приверженцы в этом и все ну очень хорошо а вот если бы например я был скажем руководителем государства у которого есть целый ряд договоров договоренностей которая последние там не знаю там 20 лет с лишним украину практически ведет которая взяла на себя огромное количество обязательства говорил украине как и перестраиваться что делать тому подобное то есть у нас есть как бы с ними взаимоотношения и взаимопонимания нет формальных договоров на весь взаимопонимание вот если существует кто то кто на эту страну хочет нападать то первое что я бы сделал его послал туда достаточное количество там не огромная может достаточное количество американских военнослужащих, поставил бы их на границе с Россией и заявил бы всему миру, значит, ребята, как только вы начинаете заходить в эту страну, то вы первым делом начинаете военные действия против наших военнослужащих, стоящих там. Второе, что бы я сделал, это я начал бы срочно стягивать туда, если бы я действительно считал, что на нее собираются нападать, и у меня были бы подтверждения этому, я начал бы им помогать всеми силами. И я не понимаю, если бы говорить одно, а делать другое, правильно? Да. Поэтому как-то вот, когда говорят, 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 а потом вдруг президент Украины говорит, я согласен на то, чтобы делать какой-то там опрос населения, как Крыму сделали, да, я согласен на прямые переговоры, я согласен на то, на сё, значит, ему объяснили, что ты один, один. Ну и что-нибудь еще, может, объяснили, ему же сказали, что если он там сделает то-то и то-то, то там, господи сказать, выделят там 10 миллиардов долларов там на что-нибудь на Украину. Я не знаю, что именно ему сказали и прочее, но я думаю, что там какой-то пряник, какой-то кнут существовал. Сам факт того, что две недели тому назад, мы сейчас, кстати, закончим, мы идем на перерыв, на небольшой, сам факт того, что две недели тому назад президент Украины вдруг в пятницу на заседании правительства, вдруг повернулся, а у них все снимается, значит, заседания, они специально сделаны как бы открытые такие, повернулся к камерам и сделал сообщение о том, что раскрыт заговор, в котором, значит, участвует заговор с целью захвата власти, смены власти, что этим заговором руководил Ахметов, самый богатый человек Украины, и что, значит, в этом заговоре также участвовали российские подданные, не было сказано, что правительство, не было сказано, что военные, было сказано российские граждане России в этом, не только граждане Украины, граждане России в этом участвовали. Ни одного доказательства не приведено, ничего не сказано, никаких арестов не последовало и прочее. Мне кажется, что уже тогда Зеленский знал весь сценарий, Начал принимать в нем участие на гнетение вот этого ужаса, страха и прочее на территории Украины. Да, давайте мы, наверное, сделаем все-таки перерыв, после чего вернемся. Продолжим. Если будут вопросы, телефон в студии по-прежнему 847-400-5200, но уже после рекламной паузы. Возвращаемся в программу Леона Майнштейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Сережа, здравствуйте, Леон. Леон, я знаю, что вы про теорию ЗАГ, но на Facebook и в YouTube находится уже видео. Да, давнейшее видео с ведущим шоуменом Ларри Кингом, который привел к себе в студию бывшего сотрудника ТГБ, державшего в Соединенные Штаты, и который, он вот этот текст рассказывал о том, что демократы находятся под пятой КГБ жеников, и не только демократы, и все школы, университеты, и выпускники этих школ, университетов, показывают оконцов в течение 20-30 лет. И изменяют они до такой степени, что ее невозможно будет узнать. Вот, и вот спустя вот мы сейчас ощущаем как раз и те самые, о которых рассказывал много-много лет, там уже тот самый перебежчик из КГБ. Вот, и вы вот сегодня рассказывали о том, что Путин платит миллиардов долларов от продажи нефти и газа, и многие-многие наши перемены к худшему соединенным масштабам происходят именно от того, что у нас в правлении были именно демократы, и Клинтон, и Обама, и вот сейчас наш великий Байден. Как вы думаете, вот происходит ли на самом деле вот такое влияние КГБ на нашей стране? Ну, вы знаете, Безменов, наверное, знает лучше меня, тем более, как вы говорите, вот он говорил, я знаю это интервью, я видел его, а как он говорил, вот так и происходит, но мне все-таки кажется, что это немножко, так сказать, когда мы спросили, какой зверь самый страшный, она сказала кошка, потому что вот мы все оттуда, мы их боимся, их знаем, 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 что они, так сказать, беспринципны, там и тому подобное, и поэтому считаем, что, так сказать, много чего происходит там из-за них, да. Я только думаю, что это не совсем не так. Есть игроки значительно более крупные, более сильные на мировой арене, скажем, тот же Китай, да, а идеологически намного более сильный игрок, это то, что мы называем глобализмом, глобализмом, давосский клуб, там и т.д. То есть, они, ростки, может быть, засунули сюда КГБ когда-то, но вообще-то на самом деле, ну, не КГБ радикализировало Южную, там, Латинскую Америку, правильно? Не КГБ там делало много чего другого. Это определенные тенденции в мире. Я уверен, что людям, там, приблизительно моего поколения, многое очень странно в этом мире. Спросите у своих детей там или внуков, и они будут говорить, что это мы странные. Значит, что-то в сознании меняется. Вот одно время мир повернулся и избрал Маргарет Татчер, Роналда Рейгена, значит, в качестве этого самого римского папы был избран поляк, который ненавидел тоже, так сказать, все, что происходит с советской властью, там, социализм и тому подобное, да. И этот тревогерат очень много сделал, но не потому, что они такие были, а потому, что это было вот направление движения, направление умов у людей. Люди отшатнулись от общака, социализма, там, и так далее. Сейчас почему-то, можно говорить, там, рассказывать или там строить теории, почему, но сейчас мир, особенно молодежь, и не только в Америке, в американских университетах, да, смотрите, так сказать, в Южной Африке, в Новой Зеландии, так сказать, в странах, которые, как бы, так сказать, как бы вряд ли туда засовывало своих там, ну, нет у них, нет у них столько ни средств, ни возможностей, но это просто вот сейчас какое-то такое поверье, можно, можем винить самих себя, может, винить что-то еще, может, какой-то виток очередной. Там, один из вариантов того, что развалилась, развалилась Римская империя, как раз, так сказать, один из, одна из теорий, говорит о том, что правительство, там, Восточная империя и Западная уже совсем загибалось, Восточная, так сказать, наоборот, расправляла плечи, жизнь улучшалась, улучшалась, и в какой-то момент, так сказать, и правительство, и молодежь стали невероятно либеральными и совершили кучу всяких глупостей, которые практически развалили армию, позволили варварам, так сказать, ворваться, войти, раздробить, а потом и полностью уничтожить вообще Римскую империю, которая тысячи лет стояла. То есть, очевидно, происходят какие-то вот такие моменты, когда приходят к власти целое поколение людей, которые абсолютно по-другому воспринимают ценности. То, что мы считали белым, считает черным. То, что мы считали абсолютно обязательным, считает противоположным своим интересам. И оно начинает происходить. Я не знаю, я не уверен, что это КГБ. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Лео, здравствуйте. Не слышал вас два года. Слышал вас на одном из российских топ-шоу. Очень мне понравилось ваше выступление. Я когда-то... Куда вы сказали, что Путину хотели швабры засунуть? Очень здорово. Я вас когда-то в эфире гадом назвал. Вы с тех пор выросли. Ну, еще и ничтожество. До свидания. Я не услышал последнюю фразу «до свидания». Это была нелестная фраза, поверьте мне, этот человек... Не важно, ну, что услышит. Я просто не услышал. Что я сделал? Нет, он произнес слово «ничтожество». А я стал ничтожеством? О, какая прелесть. И быстро повесил труп. Человек, который... Конечно, но не сомневайтесь. Человек, который слушал вас на российском ток-шоу, где... То есть человек, который слушает российское ток-шоу. И вот у него... А я даже думаю, что я знаю, что это. Меня несколько раз интервьюировали. Ну, такое короткое интервью на Первом канале. Несколько раз на Россия-24. Я думаю, что где-нибудь там. Ну что ж, это не требует особого мужества, позвонить в эфир и сказать какую-нибудь гадость или подлость на самом деле. Нет, ну и главное, что он тут же повесил трубку. Да. То есть, а потому что человек... Сейчас еще раз позвонить. Я думаю, что он еще раз наберет, чтобы теперь сказать еще что-нибудь. Еще такую же гадость и опять повесить трубку. Нет. Да, можно повесить, можно останется. Можно дискутировать, можно не соглашаться с тем, что говорит человек. Можно привести свои аргументы. Но это для человека, у которого есть интеллект, у которого есть какие-то качества. Яйца и мозги. Да, а позвонить и сказать какую-нибудь гадость. Для этого ни храбрости, ни ума особого не нужно. Он позвонил, брякнул и убежал. Вот, все. Ладно, бог с ним. Ну, слава богу, мы по этому поводу... Я по этому поводу перестал расстраиваться за 20 лет в эфире. Я раньше очень переживал, когда кто-нибудь звонил и говорил какие-то такие вещи. И я прям аж до инфаркта. Серьезно, да? Да. А я вот всегда считал, что если не будет какого-то количества очень разозленных на меня людей, значит, я не действую как настоящий действительно аналитик. И аналитик – это тот человек, который меняет взгляд людей на что-то, на что-то другое. Это безумно сложный процесс. И есть люди, которые просто смертельно обижаются, ненавидят. Должны быть. Потому что если нет, значит, ты недостаточно хорошо объяснил. Да. Ну, понимаете, я беседую, дискутирую с людьми. Ну, бывают дискуссии на уровне здравого смысла, что называется. Я понимаю, что люди придерживаются других политических взглядов. У них какие-то другие взгляды на события. И мы дискутируем. Это одно дело. Ну, другое дело, когда звонят, и вот так бряк что-нибудь. Когда-то давно, когда мы еще на другой частоте работали, тут целый сайт сделали. И столько туда грязи всякой. Сайт так и назывался. Зацепину нет. Да, так и назывался сайт. И они там призывали друг друга, значит, звонить в эфир и материться. Представляете, выступает адвокат какой-то там, отвечает на вопросы какие-то. И вдруг звонок. И просто чистый мат, без всякого смысла, без всякого содержания. Ну, это я понимаю. Это мои, так сказать, коллеги-конкуренты там все это дело затеяли. Да, друзья, друзья по оружию, коллеги-конкуренты. Ну, бывает. Ну, хорошо, ладно. Давайте уйдем от этой темы и поговорим на какие-то животрепещущие американские темы, например, по поводу инфляции. Во, это как раз то, что я хотел сказать. Ну, прекрасно. Инфляция. Значит, господа, у инфляции бывают несколько причин. Но две особо важные. Значит, номер один. Это когда, например, вот на примере покупки домов, да? Когда домов очень много, а покупателей мало. Людям необходимо продать. Они нервничают, они теряют деньги. Что они делают? Они начинают снижать цену, правильно? А что происходит наоборот? Когда мало домов и огромное количество людей, которые хотят купить. Эти, которые хотят купить, они начинают драться друг с другом и набавлять цену. И дома растут в цене. Потому что если ты дом рядом со мной продал за миллион, то, так сказать, я уже не буду продавать за 800 тысяч, правильно? Я отставлю его за миллион. Ко мне прибегают несколько человек, начинают драться за него. Кто-то дал миллион сто. Значит, мой сосед смотрит и говорит, ууу, миллион сто. Класс, я буду теперь ставить дом за миллион сто. Это называется растут цены и входит в общий индекс инфляции. Потому что то вы могли, скажем, за 10 лет работы купить дом, а сейчас нужно 11 лет проработать для того, чтобы купить дом. Это первое, значит, из-за чего происходит инфляция. Второе, немножко более сложное. Значит, ну вот, скажем, представим себе, что там, пошить пиджак занимает 2 часа. Человек, который шьет пиджак, получает 30 долларов в час. И представим себе, что мы даже материалы не берем в учет. Значит, просто за 2 часа его работы тратится 60 долларов для того, чтобы пиджак соорудить и поставить на продажу. Опять, я не беру сейчас магазин и ничего. Я просто чисто-чисто-чисто, вот, так сказать, схему рассказываю. Теперь другой человек, он делает столы. У него тоже занимает 2 часа для того, чтобы сделать стол. Он тоже получает 30 долларов в час. Итого, значит, стоимость, себестоимость, стоимость его стола 60 долларов. Теперь тот человек, который шьет пиджак, хочет купить стол. 60 долларов он стоит. Он делит это на 30 долларов и выясняет, что он должен проработать 2 часа, чтобы купить стол. Соответственно, тот, кто делал стол, смотрит на пиджак и выясняет, что он должен проработать 2 часа, чтобы купить этот самый пиджак. Закончили это объяснение, пошли дальше, да? Сережа, эта часть понятна, да? Да. Да, хорошо. Теперь, значит, те, которые делали пиджаки, забастовали. И им повысили, так сказать, их оплату до 50 долларов в час. Итого, надо 2 часа, чтобы пошить пиджак. Да. Но теперь не по 30 долларов, а по 50. Итого пиджак стоит 100 долларов. Человек, который делал столы, хочет купить пиджак и выясняет, что вместо 2 часов он должен работать 3,1 часа для того, чтобы купить пиджак. Ему становится обидно. Он бежит к себе на предприятии. Они тоже бастуют. И через некоторое время им тоже с 30 повышают на 50 долларов. Итого, теперь, для того, чтобы сделать стол, нужно те же самые 2 часа, но его себестоимость будет уже не 60, а 100 долларов. Значит, пиджак теперь стоит 100 долларов и стол стоит 100 долларов. Правильно? Так. Но дело в том, что теперь раньше тот человек, который вшил пиджаки, мог за 2 часа работы купить стол, а тот, кто делал столы, мог за 2 часа купить пиджак. А сейчас то же самое. Пиджак стоит 100 долларов, по 50 долларов человек работает. Значит, 2 часа надо, чтобы купить стол изготовителю пиджака, и 2 часа надо, чтобы купить пиджак изготовителю стола. Мы вернулись к тем же самым 2 часам. Верно? Сережа, это понятно? Да. 2 часа работы для того, чтобы купить изделие, которое ты хочешь, раньше и сейчас. Знаешь, в чем разница? В чем? В количестве бумажек, которые ты должен отдать за это. Раньше ты должен был отдавать 60 неких единиц, а сейчас ты отдаешь 100 неких единиц. И все. Для тебя ничего не меняется в жизни. Только на тот период, когда у одного повысилось, а у второго еще нет. Проходит короткое время, оно все сбалансируется, и все обратно. Но стоимость стала не 60, а 100. То есть, произошла страшная инфляция. Ну, с одной стороны, и так, и не так, скажем. А люди, у которых фиксированный доход, скажем, пенсионеры. Теперь мы касаемся последней части моего выступления. А теперь у вас, скажем, магазинчик, в котором вы продаете продукты. Как вам теперь сделать, чтобы вы могли тоже за 2 часа своей работы, там, за 4, не знаю, да? Вам нужно повышать цену на продукцию. То есть, все вообще становится дороже. А те, кто находится на пенсии, находятся на каком-то, как ты сказал, на очень конкретном четком доходе, который не меняется и прочее, не индексируется. То есть, и тем, кто по безработице получает, тем, кто просто подрабатывает. Это страшный удар по ним. Страшный. То есть, страдают всегда то, что называется, беднейшие слои населения. И их много. Их огромное количество, этих людей. Потому что, либо, если им даже индексируют пенсию, то не так, как происходит повышение зарплаты. Да, это 2%, 3%, 3,5% за год. А инфляция сейчас уже 6,5%. И говорят, что она очень скоро будет 10%. А может и дальше побежать. Уже чермен этого самого федерального банка уже сказал, что они раньше пользовались термином временная, переходная, инфляция переходного периода. Вот этот термин они сейчас отменяют. Она уже теперь не переходного периода, а она, а инфляция. И очень похоже, что очень скоро они начнут повышать ставки, из-за чего наши моргиджи, наши покупки и прочее, прочее будут вырастать. То есть, будет сложнее купить дома, будет сложнее купить машины, будет вообще сложнее что-то брать в кредит. Потому что, скажем, от тех 3%, которые сейчас на дома идут, это станет 4, потом 5, потом 6. А просто при картере, если кто-то помнит, да, доросло до 18%. Моргидж брали под 18%. То есть, ваши дома начнут падать в цене, в которых вы живете, потому что, ну, кто же их купит-то за такие деньги. Но даже при том, что дома упали в цене, их будет в 2-3 раза сложнее купить, в 4-6 раз сложнее купить, чем на сегодняшний день. И вот люди, которые только начинают жить, молодые пары, те, которые заканчивают жить, пенсионеры, пожилые и прочее, дико страдают от этих инфляций. Дико страдают. А тем, кто, что называется, повезло, ему сделали вот эту самую индексацию, то как бы он даже не замечает. То есть, смысла в этом не о ком нет. Вот и все. Ну, и по статистике, скажем, есть рост доходов, рост заработной платы, там порядка 3% где-то, хотя инфляция за последние 6 месяцев все время превышается в отметку в 5%. То есть, что в этом месяце 6,5? Уже 6,8, ну, 6,5-6,8, будет 7, подождите, все это здорово. И обусловлено это во многом политикой на самом деле, потому что мы же знаем, что триллионы долларов были влиты, при этом люди сидели дома, не работали, получали приличные деньги, вы понимаете, там на детей деньги платят, там плюс одно время по 600 долларов в неделю к выплатам по безработице добавляли, а потом по 300 стали делать, плюс там по 300 долларов на ребенка, на каждого и так далее. То есть, денег народу влили триллионы. И вот сейчас, продавая свою идею, на самом деле, о радикальном изменении нашей страны, вот эта вторая часть якобы инфраструктурного проекта, хотя из того проекта, по-моему, 10% пошло непосредственно на инфраструктуру, а вот эти вот почти 2 триллиона долларов, продавая все это, так сказать, выступая перед населением, Байден говорит, неоднократно повторял о том, что 17 экономистов, лауреатов Нобелевской премии говорят, что вот этот мой план Би-Би-Би сократить инфляцию. У меня, честно говоря, дилемма некая возникает. Либо он просто нагло врет, либо у нас такие хреновые экономисты получают Нобелевскую премию. Но кроме хреновости, они могут еще абсолютно политически разоряжены или просто куплены? Одного мы просто знаем. Пол Кругман, это вот колумнист из Нью-Йорк Таймс, который, правда, получил Нобелевскую премию по экономике, но на самом деле он там как бы не экономический, а математический расчет делал, неважно. И вот он, и он сейчас сказал, да, мне очень жаль, что я ошибся по поводу инфляции. Я вот, он доказывал, что никакой инфляции, все это ерунда, это вот на коротенький период и так далее. То есть вот такие экономисты, если они говорят, что план Байдена, тогда понятно, что план Байдена якобы снизит инфляцию. Влить 2 триллиона долларов, просто отдать людям в руки ни за что, ни про что. Не за то, что они что-то произвели, там какой-то товар. Нет, просто так. 2 триллиона долларов. И при этом утверждать, что инфляция снизится. Ну, в это может поверить только идеологически подкованный, морально устойчивый демократ. Или полный идиот. Вот другого я не вижу. Ну, можно сказать так, полный демократ. Коротко. Одним словом, полный демократ. Леон, огромное спасибо. Как всегда, очень интересно. И встретимся в следующий раз. Будем с нетерпением ждать. До свидания.